Привет, друзья! Собираясь приобретать автомобиль на вторичном рынке, каждый из нас задумывается о стоимости и рассчитывает на определенную сумму. Но не всегда ситуация складывается положительно, и желаемой суммы может попросту не хватить. И сегодня пришло время разобраться, какой автомобиль выбрать в 2021-м при ограниченном бюджете в 250 тысяч рублей. Без лишних слов, погнали! На 10-й строчке неожиданно для всех Saab 9-3. Шведские автомобили в свое время удивили автолюбителей своим мощным двигателем и неплохими характеристиками. Да, эта модель не получила широкой популярности в России, но пользовалась спросом среди любителей необычных автомобилей. Конечно, отзывы о машине разноречивые, но в любом случае, приобретая Saab 9-3, владелец может получить автомобиль с мощным двухлитровым двигателем на 175 лошадей, хорошим салоном и вполне себе качественными материалами отделки. Из широко известных проблем можно отметить электрику. Как правило, автомобили с пробегом будут с немного поврежденной обшивкой салона и некоторыми проблемами по электрической части. По итогу ничего критичного, в принципе, все моменты можно быстро устранить, если приложить прямые руки. За обозначенный ценник в 250 тысяч вы вполне себе сможете найти неплохой Saab 2003-2004 годов выпуска. Ну а говорю сразу, следом в рейтинге модели куда поинтереснее. Едем дальше. Следом в рейтинге Peugeot 206. И стоит сразу отметить, что данная модель считается одной из самых успешных за всю историю французского автоконцерна. 206-й не только дешевый вариант, но и неприхотливый и выносливый автомобиль. Даже 207-я и 208-я модель не пользовались таким спросом, как простенький Peugeot 206. Автомобиль перестали производить с 2009-го, но это является плюсом, потому как более новые автомобили нельзя найти по стоимости до 250. После 2009-го года для стран СНГ стали производить вариант седан, но лучше посмотреть на хэтчбэк. Они производились во Франции и в отличие от седана имеют гораздо большую надежность. В любом случае машина будет оснащена двумя движками 1.4 или 1.6. Отмечу, что оба двигателя достаточно неплохие и выносливые, но многие рекомендуют выбирать 1.4 на 75 лошадок. Он считается более надежным. Правда, мощности будет маловато. Из стандартных болезней можно отметить заднюю балку и плохого качества автоматическую коробку передач. Подшипники в балке живут не более 80 тысяч. Как правило, после поломки балку полностью меняют. Модели на автомате лучше не рассматривать вообще. Ломается он часто и плохо подается ремонту. Поэтому только механика и только 1.4. За 200-250 тысяч рублей вы найдете много отличных вариантов на вторичке примерно 2007-2009 годов выпуска. Но в любом случае имейте виду, что покупка автомобиля на вторичке – дело всегда рисковое. И перед тем, как совершить сделку, просто необходимо проверить автомобиль по всевозможным базам. Сейчас на рынке множество платных сервисов для проверки, но ребята из Адаперию дают возможность сделать ее абсолютно бесплатно. Для этого достаточно вставить ссылку на объявление с любого сервиса и ВИН-код автомобиля, который вы можете уточнить у продавца. По итогу вы бесплатно получаете огромный объем информации. Пробег, ДТП, залоги, такси и самое главное – полную историю продаж от одного владельца к другому. В общем, сервис действительно надежный и очень полезный, поэтому рекомендую. Ссылка, как всегда, будет в описании, ну а мы двигаемся дальше. На восьмой строчке более рисковый, но более желанный аппарат – Audi A4. Это наиболее популярная модель в Российской Федерации. Данная модель давно появилась на российском рынке, и вокруг нее много и положительных, и отрицательных отзывов. Что ж, в любом случае ее можно рассчитывать как вариант до 250 тысяч. Сразу к минусам можно отнести ходовую часть. Для облегчения кузова немцы использовали алюминиевые сплавы, что отрицательно сказалось при езде на российских дорогах. Существуют даже целые мифы, что ходовая часть служит не более 20 тысяч. Это, конечно, заблуждение, хотя она подвержена поломкам, но спокойно берет порог в 100 тысяч километров. В зависимости от года выпуска можно найти машину с движком 1,6, 1,8 и даже 2,5-литровый дизель. Каждая силовая установка по-своему неплохая, но с дизелем лучше быть осторожнее, так как он просто дороже в обслуживании. В рамках 250 тысяч вы смело найдете хороший аппарат 2000 года. Ожидаемый пробег порядка 200-300 тысяч километров, поэтому перед покупкой обязательно проверьте все ее состояние на станции техобслуживания. Как ни странно, но следующий в списке Volkswagen Passat B5. Немецкий автопром всегда ценился на рынке поддержанных автомобилей, и B5 – это машина, на которой выросло целое поколение людей. У него отличная оцинковка кузова, которая не гниет даже после повреждения, неплохая ходовка и хорошие движки. Из плюсов можно отметить широкую линейку двигателей 1,6, 1,8 и даже проверенный годами 1,9 дизель. Выбрать можно любой, и даже дизель с годами не станет хуже. Passat – это машина на все случаи жизни, он подойдет для женщин и мужчин, будет семейным и послужит рабочей лошадкой. Видимо, в то время немцы решили вложить в модель максимальное количество прочности, сделав машину для целых поколений. Из минусов отметим относительно недешевые запчасти. В крайнем случае можно воспользоваться услугами авторосборок и немного сэкономить. За 250 тысяч рублей можно выбрать огромное количество автомобилей, все они будут в разном состоянии и с разным пробегом. Но, как правило, этому автомобилю будет точно лет за 20. На шестой строчке – Chevrolet Aveo, и выход его на российский рынок можно было заметить по большому количеству появившихся пестрых машин на улице. Стоит отметить, что пользовались автомобилем не только старшее поколение, но и люди среднего и даже молодого возраста. На рынке БУ можно найти неплохие экземпляры в годном состоянии. На российский рынок машина поставлялась в двух вариациях, с движками 1.2 и 1.4 литра. Стоит учесть, что после 2008 года оба движка прошли модернизацию и получили больше мощности и выносливости. Двигатель 1.2 ценится больше, из-за 16 клапанов и цепи ГРМ. Отметим, что 1.4 часто ломается, и возможная поломка распределительного вала часто отпугивает покупателя. Обе комплектации оснащались механикой. В принципе, машина надежная, главное – вовремя менять масло и заливать только 95-й бензин. Ходовая часть средняя по надежности, но наличие дешевых запчастей сглаживает любые поломки. Для покупки 2008-2009 года выпуска будут в приоритете, как по цене, так и по пробегу. Главное – подольше поискать. Пятерку лидеров открывает Fiat Albea. Автомобили итальянской марки Fiat, хоть и редкие гости на российских дорогах, но являются неплохими машинками. Albea поставлялся на рынок Российской Федерации только в одном варианте – с движком 1.4 на 77 лошадей. В паре к этому только механическая коробка. Но это, скорее всего, является плюсом, чем минусом. Автомобиль получился достаточно выносливым и хорошо показал себя на плохих дорогах. Главным минусом модели являются некачественные комплектующие. Почти все стандартные фильтры, ремни и детали ходовой части имеют небольшой запас прочности и плохо выдерживают сложные погодные условия. Средний период замены составляет до 50 тысяч километров. Второй момент – это качество топлива и масла. Автомобиль европейский, поэтому капризно реагирует на плохой бензин. Плюсом будет тот факт, что подержанные Albea используют в основном пожилые люди, которые бережно относятся к автомобилю. Поэтому, если найти вариант с пробегом до 150 тысяч, можно смело покупать. Кстати, это вариант один из самых свежих. 2008, 2009, а то и 2010 год. На четвертой строчке – Opel Corsa D. И это один из лучших вариантов из европейского автопрома. Машину нельзя назвать бюджетной, но найти недорогой вариант вполне можно. Вы получите качественный интерьер, хорошие материалы отделки и даже сегодня он выглядит прилично. Добавляем к этому европейское качество и получаем один из лучших вариантов. Стоит отметить, что младше 2008 года автомобиль найти не получится. Большинство проданных на российском рынке модели были в минимальной комплектации. В большинстве случаев это будут модели с однолитровыми двигателями мощностью в 60 лошадок, но можно найти и 1,2, который более мощный и 80 лошадиных сил. Кстати, крайний вариант оснащался автоматической коробкой с роботом. Лучше не связывать с подобной машиной. Из минусов отметим невысокое качество расходных запчастей, таких как сальники, датчики и прочее навесное оборудование. Они будут ломаться завидной периодичностью, благо стоимость запчастей не такая высокая. Тройку лидеров открывает Ford Fiesta 5. Недорогой компактный хэтчбэк, имеющий надежность, комфорт и безопасность. Согласно статистике, запросов этой моделью интересуются очень часто, да и предложений достаточно, особенно в возрастном диапазоне 2002-2008 годов. Разумеется, разброс цен впечатляет, но это особенность практически всех поддержанных автомобилей с большим объемом предложений. Но самые дорогие экземпляры стоят порядка 300 тысяч, а за 150-180 можно найти машину, на которой будет не стыдно ездить. В районе 250 тысяч находится около 45% всех предложений, так что возможности выбора автомобиля в приличном состоянии довольно велики. При этом встречаются и пятидверные, и трехдверные модификации, а последние можно назвать даже более практичными. Fiesta – надежный автомобиль, который не отличается особыми техническими изысками. Качество лакокрасочного покрытия и оцинкованного слоя на высоте, есть неплохой пакет безопасности и внушительный список моторов и трансмиссий. Так что если автомобиль не был в передрягах, от целостности кузова можно особо не беспокоиться. Из-за малого клиренса стоит внимательнее осмотреть днище, оно часто бывает проблемным. Все двигатели обладают хорошим ресурсом, а из трансмиссии следует опасаться только капризно роботизированной коробки. С остальным все по красоте. На второй строчке Hyundai Accent – один из лучших вариантов корейского автопрома. Это просто неубиваемый автомобиль для широких масс. Accent давно завоевал сердце российского водителя. Недорогие запчасти, хорошая ходовка и достойная комплектация. Корейцы действительно постарались. Стоит отметить, что автомобиль не отличается маленьким расходом топлива, и поддержанные машины могут кушать более 12 литров. Из минусов, конечно, отметим плохую шумоизоляцию. Основным движком стал полуторалитровый бензиновый агрегат, и он неплох. В целом, Accent – это отличный вариант для первого автомобиля. Он подойдет для небольшой семьи с ребенком или поездок на работу. Да, на многое автомобиль не способен, но свои прямые обязанности он точно будет выполнять. Ну вот и первое место, и на нем, конечно, Рено Логан. Один из легендарных автомобилей рынка Российской Федерации. Данную модель покупали все категории граждан. Машина завоевала своего владельца неубиваемой ходовой частью, просторным салоном и багажным отделением, что являлось приоритетом для семей и дачников. Но его надежность была и минусом. Автомобиль часто использовали таксисты. Модель имеет скудный интерьер и минимальную комплектацию. Все было упрощено для уменьшения конечной стоимости. В качестве силовых установок были использованы движки 1.4 и 1.6 по 75 и 87 лошадиных сил. Все запасные части можно приобрести на любом автомобильном рынке. А при выборе автомобиля главное изучить историю, чтобы не нарваться на автомобиле с под такси. Что ж, друзья, как-то так. Пишите в комментариях, какой автомобиль вы бы добавили в этот рейтинг и на какое место. Ну а также лайк поставить не забудьте на канал, подписаться, если еще этого не сделали. Впереди только самые актуальные автомобильные новости и крайне интересные рейтинги. Вы были на канале ProAuto. До скорых встреч!